всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале посмотрите какой у меня классный набор догадайтесь чем я занимаюсь на столе у меня мой распылитель а также у меня такая очень полезная вещь как микроскоп и средства от вредителей я пользуюсь сегодня дабл фейс у нас сегодня совсем уже тепло плюс 18 открываются уже окна замечательная погода и пришло время плановых обработок плановых обработок вот вредителей но сейчас я плавно перейду покажу вам на какой стадии я сейчас вот такая у меня стадия хочу вам показать вот так вот это у меня цветы и растения с одной комнаты это я принесла их абсолютно не всем один на одном стеллаже я обработала полностью прям на нем то есть не переносила никуда цветы большую ухою и пропитал он я унесла в ванну там их залила вот еще один стала растила что уже там обработала а также окно которое сейчас полностью пустое я его сейчас также залила всем вот этим вот раствором так вот дабл фейс раз разводится один миллилитр на 1 2 литра воды то есть как хотите концентрат то есть я делаю его на один литр воды и потом я туда могуще немного добавлять плюс я туда добавляю средства для мытья посуды добавляю аос он нейтральным ph и он действует как прилипатель на листовую пластину вот такая у нас плановая обработка вот знаете я вот эта идея застиланием пола очень большим отрезком клеенки эта идея мне пришла в том году когда я боролась с клещом конечно если вы нашли не дай бог обнаружили уже действующего клеща и его скажем так всем последствия которые вы видите то первую и даже вторую обработку нужно делать непосредственно там где и стоит ваше растение все полочки все все стекла если это стены снимайте если у вас есть шторы тюли обрабатывайте жалюзи то есть буквально все вы должны обработать этим средством первый раз через три дня второй раз ну а на третий раз то есть я уже это все в том было году я все свои цветы уносила в ванну там на третий раз то есть на пятый день я обработала до обрабатывала все это в ванной то есть там где они стоят полочки стеллажи и окна подоконники я все это отмывала с доместусом и то есть как бы протирала стены вот так я сделала но знаете что неудобно в ванной больше допустим пяти-шести орхидеи а если они еще с цветоносами и с цветами с такими да то есть уже не поставишь за раз я все думала ну как же мне что же мне такого придумать прикольного и вот я вышла из положения то есть я себе придумала вот такую клеенку и на ней я теперь каждый год делаю все эти обработки то есть это очень очень удобно поверьте мне то есть я сейчас конечно у меня сейчас вечер честно скажу вам вечер день пролетел незаметно а я хотела сегодня хотя бы одну комнату уже обработать вот но я не боюсь то есть я не боюсь делать это вечером потому что у меня работает очень мощный вентилятор здесь дома очень жарко работает вентилятор и вентилятор работает на режиме охвата полной комнаты то есть он не дует в одну сторону нахватывает абсолютно все потолок стены пол вот поэтому я вот их обработала и буквально посмотрите да еще даже часа не прошло листовые пластины уже подсыхают конечно же перед тем как ставить все свои растения сейчас обратно на стеллажи и на полочке конечно же у орхидей я обязательно проверю точки роста то есть без бумажного полотенца я ничего ставить обратно не буду я проверю поставлю и как говорится все ну так как это была плановая обработка я повторную делать ее уже но если и буду то буду уже в середине лета вот не не раньше конечно же вот и каким-нибудь обязательно другим средством может быть обероном может быть что-нибудь вот как-то так дабл фейс мне нравится тем что он абсолютно безопасен как для животных так и для человека поэтому я не переживаю своих питомцев вот но они у меня уже знают весь этот процесс поэтому они не мешают они тут же уходят и ложатся на свое место и вообще даже не подходят когда я бегаю с распылителем вот но в любом случае работайте конечно же в перчатках наше здоровье это прежде всего и не забывайте обрабатывать свои растения впереди лето вот лучше скажем так предотвратить чем потом лечить все свои растения не дай бог потому что клещ это такая зараза он не только съедает наши растения но он еще переносит всяческие болячки ну вот как то так а я благодарю вас за то что вы меня смотрели пишите комментарии до новых встреч и пока пока